В августе 1977 года радиоастроном Джерри Эхман изучал данные с телескопа Big Ear, когда заметил аномалию. Узкополосный радиосигнал в диапазоне частот, где, по мнению ученых, цивилизации могут попытаться передать послание. Он длился ровно 72 секунды. Максимум, на что был способен телескоп в момент пролета над участком неба. На распечатке данных Эхман увидел набор символов 6EQUJ5. Это означало очень высокую интенсивность сигнала. Впечатленный он обвел его красной ручкой и написал на полях «Вау». Так появилось название самого знаменитого радиосигнала из космоса. За десятилетия было выдвинуто множество гипотез. От естественных астрофизических источников до отражения от неизвестного объекта. Среди версий была даже комета с водородной оболочкой, но повторно обнаружить сигнал не удалось. Он не повторился ни разу. Ни один телескоп, включая новейшие обсерватории, не зафиксировал ничего подобного. Его частота близка к водородной линии, а значит могла быть выбрана намеренно, если бы существовал разумный источник. Но доказательств этого так и не появилось. Сегодня «Вау» сигнал остается одной из самых интригующих загадок радиоастрономии. Он не подтверждает существование внеземной жизни, но и не дает повода окончательно исключить ее возможность. В начале 2000-х годов на записях австралийского радиотелескопа Паркс был замечен короткий, но мощный радиоимпульс длительностью меньше миллисекунды. Сигнал оказался настолько сильным, что за время своего кратчайшего существования он выделил энергии больше, чем Солнце за несколько дней. Так было впервые зафиксировано явление, которое позже назвали быстрым радиовсплеском или ФРБ. С тех пор ученые нашли сотни подобных сигналов. Их фиксируют с разных концов неба, и большинство из них одиночные, то есть сигнал пришел, вспыхнул и исчез навсегда. По расстояниям и задержке в частотах можно вычислить, что они исходят из других галактик, порой на миллиарды световых лет от нас. Но что именно создает эти мощные импульсы – загадка. Некоторые ученые предполагают, что их источник – магнитары, нейтронные звезды с колоссальными магнитными полями. Есть версии о слиянии компактных объектов, вроде белых карликов или черных дыр. Но в некоторых случаях, как позже выяснилось, сигналы происходили вовсе не из космоса. Например, от микроволновых печей на территории обсерватории. И все же, несмотря на эти ложные тревоги, ФРБ – реальное космическое явление, которое остается не до конца понятым. Одним из поворотных моментов в изучении быстрых радиовсплесков стало открытие сигнала ФРБ-120-102. Его зафиксировали в 1912 году, и в отличие от большинства он начал повторяться. За следующие месяцы и годы ученые зарегистрировали десятки импульсов, приходящих с одного и того же участка неба. Более того, удалось локализовать источник – карликовая галактика на расстоянии в миллиарды световых лет. Сигнал оказался не разовым выбросом, а регулярной активностью. Это заставило пересмотреть теории. Если бы сигнал был вызван катастрофой, вроде взрыва звезды, он не мог бы повторяться. Значит, за ним стоит стабильный источник, работающий по какому-то механизму. В 2000-х годах астрономы обнаружили и другие повторяющиеся ФРБ, в том числе с четким циклом. Например, активные фазы чередуются с тишиной в течение нескольких дней. Такая ритмичность породила бурные обсуждения, возможно ли, что это техногенный сигнал. Однако большинство исследователей склонны к более простым объяснениям, вроде нестабильной активности магнитаров. И все же повторяющиеся сигналы остаются самой загадочной категорией ФРБ. Они не дают окончательных ответов, но открывают все больше поводов для новых вопросов. В 1960-х годах аспирантка Джуселин Белл работала в Кембридже над радиотелескопом, предназначенным для изучения квазаров. В процессе анализа данных она заметила странный, очень регулярный сигнал. На длинной бумажной ленте, куда записывались показания, повторяющиеся щепка. Выброс, приходивший строго через одинаковые промежутки времени, вызвало у нее недоумение. Ни один известный тогда источник не вел себя так. Помехи от земных источников исключили, телескоп был исправен, сигналы повторялись по графику, как часы. Среди ученых даже возникла полушутливая гипотеза. Неужели это сигнал от разумной жизни? Сигнал назвали LGM-1. Little Green Man 1. Однако вскоре все встало на свои места. Оказалось, что Белл первой в истории зафиксировала пульсар. Нейтронную звезду, вращающуюся с большой скоростью и спускающую радиоволны при каждом обороте. Это открытие стало фундаментальным. Теперь пульсары используются как часы Вселенной, а их регулярность помогает в исследованиях космоса. Джоселин Белл не получила Нобелевскую премию, которую присудили ее научному руководителю, но ее вклад в науку остался бесценным. Именно с этой щепки начался новый этап радиоастрономии. Когда Джоселин Белл обнаружила сигнал, позже названный LGM-1, команда всерьез рассматривала вариант, что это может быть искусственный источник. Сигнал был слишком регулярным. Вспышки приходили с интервалом в 1,3 секунды с идеальной стабильностью. Это напоминало техногенную передачу. Для проверки гипотез исключались все земные и атмосферные влияния. Сигнал не двигался по небу, как самолет или спутник, и не искажался погодными условиями. Он оставался стабильным вне зависимости от времени суток. Именно такая устойчивость породила шутливое обозначение LGM – Little Green Man. Но наука требует доказательств. Вскоре были открыты еще три аналогичных сигнала с разных участков неба. Все они вели себя идентично. Это показало, что речь идет не об искусственном источнике, а об универсальном природном явлении. Так человечество узнало о существовании пульсаров, нейронных звезд, которые излучают радиоволны с периодичностью своего вращения. Первый из них, PSR-B1921, стал эталоном. Его частота и форма импульсов объясняются физикой, без необходимости привлекать инопланетный разум. Хотя гипотеза зеленых человечков оказалась ложной, этот случай стал важным уроком. Даже самые странные сигналы могут иметь разумное, но земное – объяснение. Пульсары – одни из самых точных часов во Вселенной. Это нейтронные звезды, оставшиеся после взрывов сверхновых. Они вращаются с огромной скоростью и обладают сильным магнитным полем. Из-за этого они испускают узкие лучи радиоволн, которые словно маяк светят в космос. Если ось этого луча направлена на Землю, мы регистрируем его как регулярные вспышки. Частота может достигать сотен импульсов в секунду. Невероятная стабильность. Первое подобное излучение было замечено Джоселин Белл, и тогда оно показалось слишком идеальным, чтобы быть природным. Именно регулярность породила гипотезу об искусственном происхождении. Но последующие наблюдения доказали – пульсары – это природные, хотя и экстремальные объекты. Их структура понятна – сверхплотное ядро, магнитное поле, быстрое вращение. Сегодня известны тысячи пульсаров, и они активно используются в исследованиях – от навигации в глубоком космосе до обнаружения гравитационных волн. Некоторые пульсары настолько стабильны, что служат эталоном времени, наряду с атомными часами. Но поначалу, в момент открытия, они выглядели как чужой кот. Это напоминает нам не все, что кажется разумным является посланием. Иногда это просто природа, идеально работающая без намерения. Сегодняшняя радиоастрономия опирается на мощные инструменты, способные фиксировать даже слабейшие сигналы из глубин космоса. Китайский телескоп FAST – один из таких гигантов. Его диаметр превышает полторы тысячи футов, и он расположен в естественной котловине. Это делает его самым чувствительным радиотелескопом на планете. FAST уже успел зафиксировать десятки быстрых радиосплесков, в том числе и повторяющихся, открывая новые горизонты для науки. Другой ключевой проект – канадский Chime. В отличие от традиционных тарелок, он состоит из фиксированных цилиндров. Вместо поворота антенны Chime принимает сигналы с проходящего над ним неба. Это дает возможность круглосуточно наблюдать огромную часть небосвода. Благодаря этому именно Chime зафиксировал многие новые ФРБ, включая те, что обладают периодичностью. Южно-африканская сеть «Миркат» – еще один пример современного подхода. Она работает как протообразец для будущего колосса СКА – международного проекта, который объединит обсерватории по всей планете. Эти телескопы не просто расширяют возможности наблюдения, они помогают отсеивать шум, распознавать повторения и искать закономерности. Именно с их помощью мы можем надеяться когда-нибудь уловить не просто сигнал, а настоящий космический смысл. Одно из главных препятствий в радиоастрономии – радиопомехи, созданные самой Землей. Телефоны, Wi-Fi, микроволновки, спутники и даже автомобили – все это источники радиошума. Он может маскироваться под космический сигнал, вводя ученых в заблуждение. Яркий пример – случай с телескопом Паркс в Австралии. В течение нескольких лет там фиксировали всплески, похожие на ФРБ. Их даже считали возможными проявлениями внеземных источников. Однако правда оказалась прозаичной. Сотрудники обсерватории открывали микроволновую печь до завершения ее цикла, вызывая радиошум. Это стало важным уроком. Сегодня телескопы строят в отдаленных местах – в пустынях, на высокогорьях, вдали от населенных пунктов. Кроме географической изоляции, применяются и цифровые методы фильтрации. Каждый подозрительный сигнал проверяется на соответствие с земным источником. Используются базы данных спутников, анализ доплеровского эффекта и синхронизация с другими телескопами. Если сигнал не подтверждается несколькими приемниками, его признают ложным. Даже редкие атмосферные явления, вроде молний, могут создавать кратковременные всплески. Современные методы защиты от радиошума все более совершенствуются. Но и по сей день бывает сложно с первого взгляда понять, мы слышим космос или самих себя. Ошибки – неотъемлемая часть науки, особенно когда речь идет о поиске редких и загадочных сигналов. Один из самых известных случаев – это так называемые перитоны, зарегистрированные телескопом Паркс. Они были похожи на быстрые радиовсплески, но появлялись в дневное время и только вблизи станции. Позже выяснилось – источник – обычная микроволновая печь. Еще один пример – сигнал, принятый за возможный внеземной импульс, оказался отражением от вышедшего из строя спутника. Такие случаи – не редкость. В 2020-х годах телескоп МИРКАД зафиксировал регулярные импульсы, которые поначалу казались аномалией. После расследования оказалось – виноват неисправный усилитель сигнала. Подобные ошибки стали поводом для создания строгих протоколов проверки. Сегодня, перед тем, как объявить о возможном открытии, ученые обязаны исключить все земные и технические причины. Это включает кросс-проверку между телескопами, изучение временной структуры сигнала, его ширины и частоты. Даже после этого требуется повторное наблюдение. Ошибки прошлого показали – не всякий странный сигнал, весть из космоса. Но именно через такие ошибки наука становится точнее. Ведь чтобы однажды распознать истинный голос из Вселенной, нужно научиться молчанию своей техники. Проект SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence – это многолетняя попытка услышать разумные сигналы из космоса. Идея родилась в середине 20-го века, когда стало понятно, что радиоволны – универсальный язык, доступный для передачи на межзвездные расстояния. Первые эксперименты начались в 60-х, когда астрономы направили радиотелескопы на ближайшие звезды, пытаясь уловить искусственный сигнал. Особое внимание уделялось водородной линии – частоте, наиболее логичной для передачи сообщений. В 70-х годах SETI получил государственное финансирование, но позже его урезали. Сегодня проекты ведутся при поддержке частных фондов, включая инициативу Breakthrough Listen. Современные телескопы анализируют миллионы частот в секунду, используя алгоритмы распознавания аномалий. Обнаружение повторяемости, узкополосности и четкой структуры – это ключевые признаки потенциального сигнала. Но пока ничего однозначно разумного найдено не было. В редких случаях фиксируются интересные отклонения, но после анализа они объясняются естественными причинами или земными источниками. Тем не менее, SETI остается важной научной инициативой. Даже если сигнал не будет найден, сама система поиска помогает развивать технологии анализа и обработки данных. SETI не ищет доказательства веры. Он работает как научный инструмент, готовый к открытию, но требующий абсолютной точности. Вокруг темы космических сигналов неизбежно появляются предположения, выходящие за рамки научных данных. Некоторые утверждают, что сигналы от неземного разума уже были зафиксированы, но информация скрыта. Такие гипотезы основываются на догадках, слухах или неверной интерпретации данных. Например, ВАУ! Сигнал часто упоминается в теоретических статьях как контакт, хотя научных оснований для этого нет. SETI и другие проекты проверяют каждый потенциальный сигнал на соответствие строгим критериям. Наличие повторяемости, структурированность, исключение земных помех. Если сигнал не отвечает этим условиям, его не рассматривают как доказательство. Однако популярность темы создает благодатную почву для конспирологических версий. Некоторые из них утверждают, что военные давно располагают записями разумных сигналов, но скрывают их от общественности. Научное сообщество считает подобные утверждения безосновательными. Наука требует проверки, воспроизводимости и прозрачности. Теории без подтверждений остаются просто гипотезами. Они могут вдохновлять, возбуждать интерес, но не замещают реальные данные. Пока ни один зафиксированный сигнал не прошел весь путь научной проверки как разумный. Это не значит, что такого сигнала не существует, но пока его не нашли, наука не считает контакт доказанным. Каждый день на Землю приходят миллионы радиосигналов из космоса. Некоторые слабые, другие мощные, некоторые хаотичные, другие регулярные. Но где заканчивается космический шум и начинается осмысленный сигнал? Ученые ищут структуру, повторяемость, узкополосность, признаки, которые отличают естественные явления от возможного искусственного происхождения. Пульсары, магнетары, даже столкновения черных дыр дают четкие сигналы, но они описываются законами физики. Искусственный сигнал, в отличие от природного, должен содержать информацию, например, повторяющийся код, модуляцию, преднамеренную структуру. Большинство сигналов, зафиксированных за последние десятилетия, оказались либо одиночными, либо связаны с известными источниками. Даже вау, сигнал не имел ни структуры, ни повтора. Он был мощным, но одиноким. Современные алгоритмы анализа позволяют выявлять даже минимальное отклонение от фонового шума, но настоящего языка пока не найдено. Ученые признают, возможно, мы просто не знаем, как должен выглядеть сигнал от другой цивилизации. Может, он слишком сложен или, наоборот, слишком прост. А может, он уже был, но мы не распознали его. Поэтому каждый новый, необычный импульс проходит проверку. Вдруг это не просто шум? Каждый радиосигнал из космоса — это путешественник во времени. Он может лететь миллионы лет, прежде чем достигнет Земли. За этот срок может исчезнуть и источник, и звезда, и целая галактика. Мы слышим отголоски событий, которых уже не существует. Радиотелескопы улавливают эти сигналы и превращают их в данные. Всплески, импульсы, шумы. Среди них — пульсары, ФРБ. Неизвестные сигналы вроде «Вау!» — все это записано и изучается. Некоторые из них повторяются, другие чики уникальны. Мы научились отличать шум от стабильного излучения, фиксировать миллисекундные отклонения, строить карты галактик по радиоисточникам. Но главный вопрос остается — все ли это просто природный хаос, или где-то в этих миллиардах импульсов скрыто сообщение? Возможно, первый контакт уже был, но мы его не поняли. Или только предстоит. Возможно, другие цивилизации используют иной способ связи, не радиоволны, или они просто не хотят быть найдены. Однако именно этот поиск делает нас людьми. Мы смотрим в небо не только ради науки, но и ради надежды. Ведь даже если все сигналы окажутся шумом, само их существование говорит о великом. Вселенная жива, она говорит с нами. Осталось лишь научиться слушать правильно.